Главрета «Арти» Маргарита Симоньян воспользовалась печальным поводом годовщины трагедии в театральном центре на Дубровке, чтобы обрушиться с критикой на Аллу Пугачёву. В своей авторской программе под названием «ЧТД» пропагандистка призвала зрителей обратить внимание, какие политические воззрения были у певицы уже 20 лет назад. Симоньян заявила, что Пугачёва тогда якобы оправдывала чеченских террористов, захвативших заложников на мюзикле «Норд-Ост». Поразительно, что мы все, все эти годы, это два десятилетия прошло, не замечали этого и не понимали, на чьи концерты мы ходим, кому деньги свои отдаём, за счёт кого они строят уродливые, безвкусные замки где-то там между Новой Ригой и Рублёвкой. Что ж, мы обсудим эту и другие не менее печальные, наверное, новости, культуры с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким. Артемий Килович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну вот хотелось бы какой-то комментарий. Я вот, например, не знаю, как такое комментировать. Меня именно удручает тот факт, что она пользуется годовщиной этой трагедии в каких-то явно целях, может быть, которые, задачи, которые ей поставлены. А вы как считаете, что это было? Ну, смотрите, во-первых, я только что увидел титр этого сюжета, и у вас тут написано «Симоньян хочет посадить Пугачёву». Ну, это, конечно, очень смешно. Вот, естественно, она её никуда не посадит. С вашей подачей, кстати говоря, я думаю, что вряд ли я бы сам по себе дошёл до таких новостей, но с вашей подачей попросили меня ознакомиться, и я бы смотрел этот сюжет, а также комментарии к этому сюжету. Надо сказать, что они очень и очень красноречивы. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что сейчас любая моська, любая шавка обожает лаять на слонов, будь то Пугачёва, будь то Макаревича, Гребенщиков и ещё там всякие знаменитые, любимые, неуважаемые люди. Другое дело, что это им абсолютно не удаётся, как мне представляется. И я думаю, что Маргарита Симоньян в этом смысле находится в первых рядах, скажем так, несработавших зарядов и ресурсов. То есть Симоньян, по всей видимости, думает, что если она намазала свою физиономию каким-то коричневым гуталином, если её всё время показывают по российским телеканалам, то, что она очень популярна, неотразима, сексапина и так далее. Это, к сожалению, для неё абсолютно не так. То есть я общаюсь с разными людьми, не только со своими сообщниками, но и прочими всякими товарищами. И я могу сказать, что Маргариту Симоньян ненавидят все, без исключения. То есть я думаю, что мало найдётся в русскоязычном мире людей с таким же высоким антирейтингом, как у Маргариты Симоньян. То есть есть люди, ну я таких знаю просто, которые, в общем-то, с интересом слушают, скажем, Писогона Михалкова и читают Маракабеса Дугина. Но при этом Симоньян ненавидят люто. То есть имеется некий такой всероссийский консенсус относительно ненависти к Симоньян. И я прочёл комментарии к её выступлению по поводу Аллы Борисовны Пугачёвой. Там, во-первых, их было довольно мало, где-то 20 с чем-то. Во-вторых, почти все, ну то есть где-то 19 или 20 комментариев были за Пугачёву, в том числе с фразами типа «Вот я послушал то, что сказала Пугачёва по поводу теракта на Дубровке». Точнее, она высказывалась даже не столько о теракте на Дубровке, сколько по поводу Второй Чеченской войны. Так вот, мы её послушали и зауважали Аллу Борисовну ещё больше. Алла Борисовна молодец. Ну и, естественно, всевозможные комментарии с боброедками и всё такое прочее. Так что это абсолютно категорически не работает. Я думаю, что, в общем-то, зарплату свою Симонян получает абсолютно зря. Более того, из неё надо было бы по уму вычитать какие-то деньги за тот вред, который она наносит имиджу российской пропаганды. Дискредитация, я бы сказала. Есть такая, знаете, с недавних пор уголовная статья. Вполне можно применить к Симонян за её неумелую работу. Абсолютно, абсолютно точно. Дискредитация, да. Да, Артемий Киевович, ещё одна тема. Повторите, пожалуйста, сейчас я вас, наверное, немного перебила. Ой, я сказал, дискредитация российских скреп и устоев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова